Продукты простые, да только выпечка совсем не простая, символичная, пасхальная. Приготовить ароматный румяный кулич вполне по силам и оренбургским хозяюшкам. Секретом кулинарного мастерства делятся те, кто испек уже не одну сотню куличей. Они знают, главный ингредиент хранится не в холодильнике. Маргарин, сахар, дрожжи, молоко сухое, с добы побольше, с любовью, с лаской такой, с добротой, чтобы было все хорошее, вкусное тогда получилось на Пасху. Пока до праздника еще есть время, в хлебопекарных цехах уже вовсю кипит работа. И начинается она с молитвы. Впереди долгих 7 часов, на расстойку теста и выпекание. В итоге на полках цеха не просто вкусное лакомство, а главный символ Пасхи. В эти дни на хлебокомбинате запланировано испечь около 100 тысяч куличей. Рецептура традиционная, проверенная годами и вкусами оренбуржцев. Все качественное и натуральное. Цена изменится не более 5%. Несмотря на то, что было удорожание сырья, особенно муки, из-за того, что не урожай по зерну был, я говорю, цена не более 5%. Покупки покупками, но для многих печь куличей к празднику – добрая семейная традиция. Не ударит ли она по кошельку оренбуржцев в этом году? В свете кризисных скачков цен на продукты, что выгоднее – купить или испечь? Ну, выгоднее купить вообще-то. Если так посчитать, то лучше купить. Раньше как-то было интереснее самому делать все, а сейчас уже выгоднее прийти, взять и не мучиться. Нужно взять обязательно родственникам, стареньким, кому уже не хочется печь, а хочется готовое попробовать. Здесь очень хорошие цены, приемлемые, и вы сами по очередям видите. Но так или иначе, выбор остается за нами. И не столь важно, к какому прилавку занять очередь – за молоком и маслом или готовыми куличами. Важнее в сути будней не забыть о главном предназначении пасхальных лакомств. Яйца, сахар, соль, мука, дрожжи, сливочное масло – все это составляющие будущей пасхальной выпечки. Но все-таки при приготовлении не стоит забывать об ее самом главном элементе, о той вере, с которой вы будете готовить пасхальный кулич, как главный символ Пасхи. Анна Фтюрина, Роман Боричев, Новости дня.